И всем привет, ребят! С вами Страбайк, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами коснемся одной очень интересной темы, связанной с нашим киберспортом, с тем, что уже буквально сегодня, то есть на момент записи видеоролика у нас стартует мейджор турнир. Ну и немножко больше поговорим о том, что у нас произошло с командой, как поменялся у нас состав, видоизменился, ну и что в целом, старая, моя любимая и незаменимая, наверное, команда и название возвращается снова в наш замечательный киберспорт. Если вам нравятся подобные рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики и... и... не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов на 300 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег Team P, теперь этот тег и название нашей команды. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Поэтому, по сути, устанавливая мой тег, теперь, на сегодняшний момент времени, вы также и дополнительно поддерживаете нашу, ну, можно сказать, новую команду Team Pointers, только с немножечко видоизмененным названием. Я снова возвращаюсь на, можно так сказать, пост главы, клана. Да, это старая ветка токсиков, в которой было изменено название и логотип. Также у нас видоизменился немного состав. В принципе, все те ребята, которые следят за киберспортом и турнирами, то могли уже все это дело видеть. Ну, а сегодня я просто чуть больше поговорю о своем определенном видении, да, потому что уже начинается мажор. И надо что-то сказать, надо что-то сказать, надо что-то показать вам, да, потому что изменения произошли. Я возвращаюсь со своим названием, да, и, в принципе, это, ну, для меня лично, эмоционально очень важный факт, который я лично сам хотел видеть. Ну, не скажу, что на протяжении, там, последнего времени, но на протяжении именно подготовки к мажору и самого мажора, так точно. Исходя из состава, из старых токсиков, остался лишь один игрок, да, это Парламент, это Глебыч, который уже на протяжении супердлительного периода оставался в этой ветке и в этом клане. Вася также когда-то был здесь, но после чего он переходил в Team Pointers и играл с нами там. Ну, и после, не помню, какого первого, вроде как РМРа, Вася перешел тоже в этот состав. Ну, и мы подходим в составом в виде меня. Мазана, Глеба, Васи, Зиада, браво, новый игрок коллектива, Леня Мал, ну, и Боргер Кинг, игрок, про которого я думаю, что тоже, ну, в принципе, про каждого немножко поговорим. Ну, и про него я думаю, что тоже что-то зацепим и скажем. Пару слов. Что касаемо вообще моей главы, да, и в целом, да, то есть позиционирование. Я думаю, что именно в этом составе моих каких-то дополнительных вещей будет явно меньше, потому что серьезность и ответственность ребят на сегодняшний день для меня лично показывает тот факт, что, в принципе, моя роль не является существенной, да, исходя из того, как ребята подходят к тренировочному процессу и к вообще своему интересу к турниру, да. Поэтому здесь, ну, можно сказать, это просто как, ну, как просто как статус, да. Может быть, конечно, по ходу турнира придется включиться и в роли главы, да, и чуть больше там каких-то вещей и установок давать. Но пока, исходя из того, что я вижу, все в этом плане выглядит довольно-таки неплохо. Мазан, ну, суперопытнейший игрок, уже на протяжении, получается, двух, наверное, ближе даже к трем лет неизменно, да, на протяжении всего периода я играл с ним в одной команде, да, и, в принципе, здесь, наверное, говорить не о чем. Суперопытный, суперзаинтересованный игрок, да, в этом всем деле и максимально ответственный, и Глеба Булочка такой же молодой человек, который знает меня, наверное, уже на протяжении супердлительного периода времени, в принципе, как и я его, с которым в свое время не получилось поиграть в одной команде, но в этой команде появилась такая возможность, и уже, получается, третий сезон мы играем вместе, вернее, даже три сезона уже сыграли вместе, да, и будем уже играть мажор. Восянчик, человек, который до сих пор не выигрывал ни одной призовой краски в виде краски с двадцаткой, да, то есть у него еще не было ничего такого, но это супер мотивированный игрок, который жаждет этих побед, но пока время просто, можно сказать, его еще не пришло, да, быть может все произойдет именно на этом турнире, не будем загадывать, не будем какие-то давать нереальнейшие ожидания, но в плане именно человека-игрока, меня лично он очень сильно радует, да, Браво, как и Холлимен, это два новых игрока в команде, которые пришли на трансферах, да, нам нужен был Викинг, потому что у нас ушел из состава ЛВ и Зиад как раз-таки отлично подходил на эти параметры, посмотрим, что из этого всего получится, я с ним особо сильно не играл, но как игрока его видел уже на протяжении, ну, этого формата довольно длительный период времени, видел его слабые и сильные стороны, видел, как он играет, видел, что он делает, как видит карту, поэтому посмотрим, что из этого всего получится, Ленчик, мальчик, ну, в принципе, я думаю, что в обсуждении особо не нуждается, да, я думаю, что Ленчик, пока хоть у него там особо много времени нету, но по ходу этого турнира он точно раскачается и включится в это все дело и в эту игру, ну, и один из, либо самый, да, токсичный игрок танков онлайн, которого я, в принципе, видел и знал в свое время, да, и который, наверное, был кикнут с большого количества составов, да, Холлимен, появляется тоже в нашем коллективе, посмотрим, что из этого получится, я уверен на 100%, что в этой команде у него не будет даже малейшего шанса проявлять какую-либо агрессию, либо вообще какие-то попытки, связанные с этим, да, потому что изначально я сказал, что, ну, в этой команде у него такой возможности точно не будет, он может даже не пытаться, если он не хочет закончить для себя турнир досрочно, поэтому посмотрим, что из этого получится, я, можно сказать, возлагаю и, в принципе, вижу безумный потенциал этого игрока, знаю, как он может выложиться и что он может показать, ну, и посмотрим, насколько мои ожидания в плане этого игрока оправдаются, ну, либо я по итогам этого турнира в нем, наоборот, разочаруюсь, да, потому что для меня это, ну, можно сказать, своего рода проверка, да, проверка своего видения и того, насколько хорошо я понимаю и вижу игроков в нашей игре, да, то есть у нас цели нам поменять все это дело и реализовать в безумный плюс потенциал человека, который, например, раньше безумное количество своих эмоций выпускал в голосовой чат, а не в игру, да, которая у него была, поэтому посмотрим, что у нас будет, для нас лично этот турнир еще пока что не начинается, потому что сегодня у нас только закончилась регистрация на него, турнир также, 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 я так понимаю, начинается сегодня только со стадии Челленджер, мы же за счет того, что сейчас находимся в плане рейтинга в топ-8, будем начинать этот турнир только с легендарной стадии, где уже останется 16 команд в этом турнире, то есть 8 команд сейчас с 9 места по 24 место рейтинга будут сражаться за выход как раз-таки в эту легендарную стадию, ну и с легендарной стадии уже начнется наш путь и наша игра в этом турнире, за которой вы сможете наблюдать, ну и полноценно для меня с сегодняшнего дня начинается подготовка к этому замечательному турниру, поэтому будем готовиться, будем смотреть, что у нас из этого всего получится, как я уже сказал, не буду ничего загадывать, но надеюсь только и только на лучшее, поэтому приходите, болейте, пишите, что вы думаете по всему этому поводу, также обязательно поддержите данный видос лайком, если подобного рода контент вам интересен, относительно, наверное, недавно я записывал видос по отстраненным там игрокам, и тоже спрашивал ваше мнение, связанное именно с киберспортивными видеороликами, если вам это интересно и вы хотите видеть подобного рода видосов больше, где я либо рассказываю про киберспорт, про команды, либо что-то снимаю, показываю, то обязательно поддержите данный видос лайком, в комментариях напишите, что вам подобного рода видосы интересны, ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!